Третий тур чемпионата российской высшей лиги А клуб Тюмень провел в Екатеринбурге. Вояж в столице Урала выдался на редкость удачным. 12 набранных очков из 12 ни одного проигранного сета. 100% результат команда Сергея Шульги в текущем сезоне показала впервые. По два раза от сибиряков пострадали Ярославич, еще в прошлом сезоне выступавший в Суперлиге и Владимир. Впрочем, путь к 100% результату отнюдь не был устван розами. Прежде всего понравилось то, что в тех тяжелых партиях, а они были, поверьте, которые мы сыграли в Екатеринбурге, команда проявила действительно волю к победе и где-то были переломные моменты, когда проигрывали, догоняли. То есть не бросали играть и проявляли действительно то желание, которое хотелось увидеть. Приятным моментом стал и тот факт, что тренерский штаб тюменцев активно проводил по ходу тура ротацию. Без игровой практики никто не остался, а единственным, кто все матчи провел от звонка до звонка, стал Кирилл Фиолковский. Он же в итоге и набрал больше всех очков. 50 баллов за 4 матча. Матчи, да, получились незатяжные, поэтому я особо не уставал и 4 игры я, в принципе, можно сказать, спокойно отыграл без каких-то осложнений. А так ребята, не знаю, чувствую себя все хорошо на туре. Думаю, что в этом плане у нас есть и ротация, чтобы поменять игроков, если кто-то устал. Матчи в Екатеринбургском зале, который в волейбольных кругах зовут Турбинка, это игры не только против соперника, но и против самой арены. Настолько она устарела и ни под какие требования не подходит. Адаптироваться к этой площадке уже половина победы. В зале Кирилл, конечно, специфично это мягко сказано. Низкие потолки, освещение, рядом стены. К этому надо все привыкать. Но, в самом деле, готовился к худшему в плане своей игры и командной игры. Думал, что будет тяжелее. И в плане приема, защиты. Но на туре как-то все так сложилось удачно. Мало потолков было, мало вот этих отскоков. Как будто готовили заранее к этому. В столицу Урала состоялось возвращение на площадку Евгения Баннова. Основной диагональной Тюмени из-за повреждения на время выбыл из строя. Но сейчас набирает кондиции. В частности, в заключительной игре тура против Владимира за три партии настрелял 19 очков. Я думаю, в техническом плане я примерно вернулся на свою форму. Но в физическом еще, думаю, далековато. Думаю, только к следующему туру я наберусь в форму и буду показывать свой волейбол уже. Да, я соскучиться успел и понял, насколько это важно, наверное, играть, не терять тонус. Следующий тур чемпионата тюменцы вновь проведут в Екатеринбурге. Здесь они сыграют по два матча против одного из фаворитов сезона – Оренбургского нефтяника, а также Тархана и Стерли-Тамака. Не лишним будет добавить, что нефтяник в этом чемпионате еще не проигрывал. Этот тур – один из ключевых. Начинаются уже серьезные для нас испытания. Я не скажу, что для этого они были не серьезные. Для этого мы вкатывались. Сейчас уже будет действительно проверка основной команды, одной из основных, которая ставит определенные задачи, наверное, выхода в Суперлигу. Поэтому для нас тоже, как для тренерского штаба, так и для команды будет очень много работы. У нас осталось чуть больше 10 дней, чтобы и разобрать соперника, и подготовиться к нему. Поэтому будем готовиться, будем настраиваться. Матчи четвертого тура в Екатеринбурге тюменцы сыграют в канон Нового года с 25 по 28 декабря.